нас учили что бог троицу любит у нас есть три канала передачи урок а торы фейсбук телеграм и youtube в рука то адвиной или шаколе бедро так отлично глава балак и сразу вам задаю такой вопрос который я вот услышал сегодня на уроке и у меня этот вопрос не раньше не было но удивительно значит балак недельная глава в торе да это все-таки тора это это знание от всевышнего которое получил машара бену это то что является самой святой книгой для всего еврейского народа и я думаю для мира тоже что это самая святая книга значит почему глава названа именем балака балак был не еврей он был злодей он был против еврейского народа и тем не менее глава названа его именем значит есть истории например глава ноах но и он был праведник и он был до дарования тора от него пошло все человечество мы с вами все родственники все мы потомки ноаха вот все люди которые живут сейчас на земле кто слушает урок мы с вами если вы пройдете генетический анализ мы все с вами родственники причем в каждом есть немного от неандертальцев ком-то больше правда в ком-то меньше но есть маленький процентик еще от неандертальцев но даже этот маленький процентик он все равно перешел к нам всем через ноаха теперь дальше дальше есть глава и тро и тро великий праведник тесмаше он стал принял иудаизм стал евреем и понятно глава названа и тро это те же буквы что тора почти те же самые буквы и он один из таких очень главных важных позитивных персонажей в истории человечества вы знаете что и тро есть целая религия потомкам и тро друзы называется этот народ они живут в израиле в сирии вливание народ друзей его друзей они все потомки и тро и он для них один из их по моему даже самый главный пророк и тро теперь но балак какое имеет отношение балак к торе он был злодей он был враг он был и вот я сегодня узнал знаете какое как вы думаете или как думаешь какой балак имеет отношение к торе я тоже не знал оказывается балак был прадедушкой кого руд руд мавитянка которая приняла де юры стала бабушка царя давида она вышла из балака бал и иглон папа руд царь мава был был значит внуком балака представляете удивительная какая вещь как это все работает что машиах до машиах о котором говорится именно в этой главе именно билям который который дал пророчество о приходе машиаха именно билям он был значит именно машиах он будет прямая прямая линия от от вот этого балака вот такой вот ответа сегодня услышал очень интересно как все в мире взаимосвязано и как как все вот переплетено какими-то совершенно невидными нам причинно-следственными связями которые мы просто даже себе представить не можем но она все вместе все вместе работает значит сегодня окончание главы балак значит мы пришли к тому моменту когда и на втором на второй высоте которую на который привел балак биляма билям не смог проклясть и вредстве народ а смог вместо этого благословить сказал тогда балак биляму пойдем-ка говорить возьму тебя в другое место может оттуда значит будет хорошо в глазах бога проклясть еврейский народ и взял балак биляма на вершину которая называлась рожпеор и оттуда видно было можно было смотреть на стан израиля значит был такой идол у в древнем мире было много разных идолов и в современном правда тоже но в древнем они были более такие знаете по нашим сегодняшним меркам мы не понимаем как они могли служить вот этому но они наверное наверняка вы тоже много из нашего нашего сегодняшнего мировоззрения сегодняшнего не поняли бы значит был идол бааль бааль это был символ материального мира бык да бык такой вот деньги слава признания это все был баал бааль а был паор паор это был такой идол который дословно это слово переводится как расхрыстанный распущенный это был идол которые которому служили совершенно странным образом знаете какой был смысл служения нужно было в сторону этого идола значит ходить в по большому это называется да испражняться этим литературным языком то есть в открытую нужно было сесть и в открытую испражняться по торе в в стане где жили где находился в рейсе народ там где была святость запрещено было вообще это делать и уходили далеко в пустыню и обязательно нужно было закапывать и делать это в тайне то есть нельзя это делать в открытую ни при каком раскладе то есть скромность скрытность это особенно в этих вопросах это как бы суть святости до что человек на первой вы посмотрите все священники они покрыт из покрывают не ходят голые знаете ну то есть вот это вот чем ты более голый тем ты более близок животному чем ты более раз распущены и да ну в публичном месте там ходить в туалет тем ты больше животное то есть это понятно и вот именно пара это выдала служили именно так до испражнялись в его сторону это такая важная деталь для конца главы чтобы знали и он его приводит туда и у него было пророчество что еврейский народ получит какое-то наказание что где-то вот они через этот пур они получат наказание значит привел он его туда и сказал опять беляб балаку постро мне семь жертвенников и попринеси на них шесть семь жертв балак сделал все что нужно и беляб начинает пророчество и естественно что как и в предыдущих два раза он как только он подключился к вайфаю подключился к всевышнему он увидел что хорошо прям написано хорошо в глазах бога благословить израиль и значит он пошел начал его благословлять войсам ашалой и начал он свой свою притчу свой пример и сказал значит начал он на пророчествовать о последних временах что вот ну шумеем рейли значит матову алейха яков значит он сказал как прекрасные шатры твои яков мишка на тейха израэль и жилище твои израиль это когда заходят синагогу молиться говорят вот этот отрывок представляете говорят отрывок который сказал беляб злодей он сказал пророчества этот отрывок его с тех пор все годы вот молитвените псидуре когда заходишь синагогу нужно сказать матову алейха яков как прекрасно шатры твои яков мишка на тейха израэль жилище твои израэль и значит дальше он дает пророчество которое полностью о том как в последние в конце дней как придет машинах и что будет значит и сказал тогда ну он закончил закончил он такой фразой интересно да закончил он такой фразой мивареха хабарух благословляющий тебя будет благословлен вэ орарейха арур а проклинающий тебя будет проклят это было конец его всего вот этого пророчества все закончил он вайхар а в балак и значит разгневался балак на беляма и всплеснул он руками и сказал балак беляму я тебя позвал проклясть моих врагов а ты их благословил три раза теперь говорит убегай отсюда он ему говорит свое место я тебе говорил что я тебе заплачу что я тебя ну буду тебя как бы уважу тебя да заплачу тебе он говорит не буду тебя платить потому что бог тебя значит бог тебя лишил оплаты то есть я тебя нанимал проклинать а ты а ты значит их благословил и сказал белям вот это вот бизнес спор знаю у них бизнес спор он говорит секундочку я твоим посланцем сказал что я пойду но буду говорить только то что что бог не скажет сказать я предупреждал вот и он приводит слова что даже я им как сказал если даст мне балак полный дом серебра и золота не смогу я перейти как бы нарушить слова бога сделать добро или зло из от себя лично да как скажет бог так я буду говорить так он ответил балаку у них был бизнес спор интересно на чьей вы стороне в их споре потому что он его нанял для выполнения для проклятия белям сказал я не обещаю тебе что я прокляну я обещаю что я пойду и выполню то что сказал бог теперь и пошел вопрос ему значит по этому договору он должен был ему заплатить за работу он же работу сделал он пришел пытался и говорил то что бог сказал ему сказать или же или же все таки или же все таки не должен потому что результата не было значит интересно интересно что зачем спрашивают мудрецы спрашивают зачем балак который был колдун более сильный чем белям зачем он позвал беляма проклинать почему сам он не мог проклясть отвечает очень интересный ответ значит белям он знал момент когда бог гневается оказывается есть в течение дня такой момент об этом рассказывает алмуд в которой бог гневается мы можем спросить а зачем бог гневается то есть что значит зачем он вообще ввел в эту систему такое понятие как гнев то есть в этом мире ничего нет того что всевышний бы не создал не изобрел не дал этому существования то есть весь этот мир он его создал включая гнев есть момент когда бог гневается тоже здесь понятно потому что в этом мире есть только весь этот мир проявления всевышнего и белям знал вот этот момент но на те дни когда белям пытался проклясть бог отключал гнев то есть есть такое время есть в талмуде очень интересная история как был один мудрец который тоже знал он тоже знал этот момент в талмуде рассказывается что в этот момент когда бог гневается у петуха у него если смотреть внимательно на хохолок петуха то этот хохолок он меняет как-то свой цвет структуру в общем можно по хохолку петуха определить момент когда бог гневается если в этот момент проклясть то это проклятие имеет огромную силу потому что бог и так гневается и тут еще добавить туда информации знаете как кто-то гневается и в этот момент кто-то говорит а он еще такое пройдя сказал и такое и тут в гневе он может вообще значит этот мудрец он привязал петуха возле кровати своей и он ждал был там в его селении один очень грешник который его этого мудреца очень сильно его терзал там тиранил его и в общем доставлял ему массу страданий был такой грешник и этот мудрец хотел проклясть вот этого вот грешника злодея чтобы он умер и он в этот момент смотрел на этого петуха и ждал когда же у него хохолок изменит свой цвет и структуру и заснул заснул он значит просыпается и говорит да говорит очевидно что-то здесь было не так раз я заснул значит всевышний значит не хотел чтобы я проклинал его да и тогда по моему жена ему сказала что говорит Написано в псалмах Давида И все грехи Исчезнут И она говорит не написано все грешники Исчезнут все грехи Значит ты должен молиться Чтобы он Чтобы он раскаялся и исправился А не чтобы он умер Потому что должны грехи исчезнуть И он начал молиться Чтобы тот раскаялся И тот раскаялся Так в Талмуде такая есть история Значит что мы отсюда видим что Белям в общем не справился но он тогда говорит Балаку смотри я тебе сейчас дам совет как ты можешь их победить это уже будет конец главы он ему говорит смотри значит совет так он ему дает сейчас значит Белям вернулся в свое селение а Балак пошел по своему пути дальше он искал как сделать злодейство и дальше рассказывается начинается следующий отрывок и находился Израиль вместе с Шетим и начал народ развратничать с дочерями Муава значит Белям дал такой совет он говорит если они начнут сейчас заниматься развратом идолопоклонством то Бог от них отвернется то есть ты можешь только их победить если Бог от них отвернется а когда он от них отвернется если они будут заниматься развратом и служить идолам и рассказывается в устной торе тут просто написано что начал народ развратничать сыновьями Муава и начали они приносить жертвы их идолам и кушал народ И пили они, и приносили жертвы идолам, вот этому Пеору. И значит, Ваидсамет Исраэль Лебаль Пеор. И прилепился Израиль, часть из народа, к этому идолу Баль Пеор. Они стали распущенными. И действительно, Вайхар Афашемба Исраэль. И разгневался тогда Бог на Израиль. То есть здесь Белям пошел хитростью. Говорит, не надо, говорит, не надо на них нападать. И не надо их проклинать. Нужно сделать так, чтобы они начали грешить. И Бог тогда сам на них разгневается, и все будет закончено. И значит, началась эпидемия, как обычно, когда народ грешить Всевышний не наказывает, а включается последствия. У каждого греха есть его негативное последствие. То есть ты делаешь шаг в эту сторону. В Уснаторе перечислено за какие грехи, какие беды и страдания приходят на человека и на мир. Поэтому от проблемы можно понять, за что она пришла. Значит, начали они грешить. Говорит Бог Моше, что теперь, говорит, те, кто служили идолам, за идолопоклонство, смертная казнь. Значит, в зале судьи начали убивать тех, кто служили идолам. И тут в этот момент, в этот момент, и вот Ишмивне, Исраэль, Баеве, Краве, Лехав. И тогда глава колена Шимона по имени Зимри. Он, пришли к нему его, как раз колено Шимона, они очень сильно были в этом замешаны. Они говорят ему, смотри, сейчас нас убьют. Он тогда что сделал? Он пошел и взял медьянку. Взял девушку, она была принцесса медьянская. То есть мы видим, насколько медьянитяне и мавитяне ненавидели народ Израиля. Что они даже дочерей своих посылали, чтобы они именно занимались развратом и совращали народ Израиля. И он пришел с этой девушкой и говорит Мошер Абейну, смотри, говорит, она медьянитянка? Да. А твоя жена кто? Тоже медьянитянка. Дочка Итро, она была медьянитянка от Цепора. Он говорит, что ты можешь мне сказать? И Мошер Абейну, он в этот момент начал плакать. Почему он начал плакать, непонятно. То есть Мошер Абейну, Арон, они были в каком-то очень... Бывает, что человек в состоянии эмоциональной какой-то бури, у него отключается память, рациональное мышление. То есть мы видим, что гнев, все стрессовые ситуации, человек перестает быть человеком. То есть он перестает быть духовным, рациональным, умным. Человек в стрессе, он полностью превращается в какой-то... он включается в нем система животная. И он перестает, то есть отключается система человеческая. Это как коммутатор. И на тот момент Мошер Абейну заплакал. Но тут был человек, которого звали Пинхас. Пинхас, он был сыном Аарона. И мама его тоже была медьянитянка, кстати. И Пинхас говорит, Мошер, разве ты нас не учил, что тот, кто публично занимается развратом, значит, ему тоже смертная казнь. И, ну, по суду, как бы это сложно все сделать. Но тот, кто канай, канай это такой ревнитель, ревнитель за веру. Он может это сделать. Мошер говорит, ну, вроде да, да, говорит. Пинхас говорит, ну, ладно, берет копье. Заходит в этот шатер, где, куда зашел этот Зимри с этой Косби. И на копье, значит, их убивает. Все. Все в шоке. Прямо это все написано в Торе. Все в шоке. Он, значит, Пинхас выходит. И что было дальше, мы узнаем в следующей главе. Но мы видим, что конец главы Балак заканчивается так. Значит, и зашел он в их шатер. В Айткор, В Айткор, как бы пробил копьем двоих. Иш Исраэль, человека из народа Израиля. В Эд Айша. Он, значит, прямо в шатре их убил. В Ате Ацера Магефае остановилась эпидемия. В этот момент была огромная эпидемия. Люди умирали. Остановилась эпидемия Ваию Амитимба Магефа. В этой эпидемии, как вы думаете, сколько уже успело умереть? Арба Вейстрим Элев. Теперь у меня вопрос к вам. То есть, с одной стороны, очень все выглядит странно. Для современного человека все выглядит очень странно. То есть, он женился на девушке. Ну, не женился, как бы взял ее и завел себе в шатер. Ну, и что он плохого сделал? То есть, мы люди цивилизованные. Он мог и парня привезти по современным законам. И, значит, и выйти на парад гордости. Он мог, как бы, что, почему, где здесь какая-то проблема. Вроде бы, если мы смотрим на вот этот кусочек, проблемы нет. А если мы знаем, что вот почему-то, не мы же этот мир создавали. Бог создавал. Если мы знаем, предполагаем, давайте не будем утверждать, но мы предполагаем, просто как предположение, что тот, кто создал этот мир и каждому из нас дал жизнь, он установил в этом мире правило, что тот, кто поступает вот так, значит, он является причиной смерти других людей. Вот, например, вот если бы мы знали, что вот эти двое, которые занимаются, ну, казалось бы, ну, что взял он девушку, привел в шатер, но они сейчас причина смерти 24 тысяч человек. Это то же самое, как было во время коронавируса. Вот человек говорит, а я не хочу делать прививку. Я не хочу, я не буду, значит, и что? И дома не хочу сидеть. Кто мне запретит? Почему? Что за законы такие, я должен дома сидеть? Теперь ему говорят, послушай, если ты сейчас выйдешь из дома, и ты заразишь кого-то из пожилых людей, например, они умрут. То есть ты можешь, конечно, у тебя есть право ходить, где ты хочешь, у тебя есть право колоть, не колоть, у тебя есть право ходить без маски, то есть ты человек, у тебя права. Но если твои права, они являются причиной смерти других людей, то вот тут вот как раз и возникает вот этот вопрос. Теперь, если я скажу, что мы можем отдать принятие решения, что хорошо, что плохо, на личный выбор каждого, то мы попадаем в хаос. Потому что педофил скажет, давайте будем, это очень хорошо и прекрасно. Зачем дети нужны, как не для этого? Мы ему скажем, ты сумасшедший? Он скажет, нет, я нормальный, просто, ну, каждый же делает то, что он хочет. То есть если мы отдадим решение, что такое хорошо, что такое плохо, на выбор каждого отдельного человека, это будет хаос. Поэтому у нас есть выбор. Или мы принимаем правила Всевышнего, или мы не принимаем правила Всевышнего. Теперь в этой ситуации, по правилам Всевышнего, то, что сделал Зимри и вот это Косби, было причиной смерти 24 тысяч человек. А Пинхас, который их убил, в следующей главе, я сразу даю спойлер, Всевышний сказал, что Пинхас за это становится первосвященником, за то, что он готов был пожертвовать своей жизнью за выполнение воли Всевышнего. И ему, с ним я заключаю брит, союз, который называется мир, шалом. То есть получается, что ему дали орден Пинхасу, не орден за убийство, не орден за справедливость, а орден за мир. То есть он как раз вот этим своим поступком установил мир. Это вот, вот так оно работает, понимаете? Это удивительно. Хорошо, значит, каждый учит Тору, можно принимать, можно не принимать. У каждого свой выбор. Всевышний в конце Торы, мы дойдем с Божьей помощью до книги Дворим, и там он скажет, что говорит, я даю перед тобой сегодня жизнь и смерть, добро и зло, выбери жизнь. Всевышний говорит, выбор, свобода выбора. Хочешь, выбирай, хочешь, не выбирай. Все, и мы сейчас успеем в 30-й главе, в 30-й главе мы можем, есть один из моих любимых отрывков, которые я вот прям для себя сделал жизненным принципом. Значит, царь Саамон, в 30-й главе Мишли, притчи царя Саамона, просит у Всевышнего. Он прямо так и говорит, 7-й отрывок, 30-я глава. Он говорит, две вещи я просил у тебя, и не отказывай мне до дня моей смерти, прежде чем я умру. Значит, это молитва царя Саамона, мудрейшего из людей, который для меня лично является полнейшим образцом того, каким должен быть человек. И я бы очень хотел обладать одним хотя бы процентом из его мудрости, из его святости, из его знания о Всевышнем и о том, как надо жить в этом мире. И вот он просил две вещи у Всевышнего всю свою жизнь. Какие? И я это сделал тоже, это и моя молитва, я повторяю это, прям очень прошу Всевышнего. Восьмой отрывок. Он говорит так. Значит, здесь есть, так как Мишли нам говорит о духовных законах, которые являются причиной материальных законов, то здесь есть два смысла понимания. Первый смысл, давайте вначале возьмем духовное. Вот мы учим Тору. Мы учим Тору, но кроме Торы мы воспринимаем в день огромные потоки информации. Значит, поток информации, любой поток информации, который мы воспринимаем в течение дня, из интернета, из СМИ, от людей, он, этот поток информации оказывает влияние на мышление. То есть, это как потребляемая пища. Теперь, пища бывает полезная, пища бывает вредная, пища бывает ядовитая, пища бывает хорошая, но в большом количестве она тоже может стать ядом и уничтожить человека. Пища бывает вкусная, но если есть только эту пищу, она станет отвратительной. То есть, с пищей тоже много вопросов. С информацией еще больше. И царь Соломон просил у Всевышнего. В то время, когда жил царь Соломон, у него информационный поток, который на него обрушивался, был, наверное, за всю жизнь он воспринимал меньше информации, чем мы воспринимаем за один год. То есть, у него не было интернета. И он слушал, как птицы поют. Он разговаривал с человеком один на один, последовательно. Значит, у него было намного более медленное и осознанное восприятие информации, чем у нас сегодня. И то он просил, пустое и лживое отдали от меня. Пустое шав – это вот, ну, возьмите, например, любые новости или там любой, значит, обзор. Обзор и эксперты. Вот сейчас эксперты каждый день в Ютьюбе, я не знаю, сотни человек, экспертных каналов, они перетирают друг с другом, интервьюируют друг друга. Они трут, рассказывают версии. Там что-то они все время трут. Это пустое. Это чистый вот такой поток пустого и лживого. Потому что никто из них понятия не имеет, что будет завтра. Никто из них даже приблизительно. То есть, они все делятся просто своими пустыми мыслями, которые пустые и лживые. Значит, царь Самон говорил, пустое и лживое отдали от меня. В духовном плане точно так же. Есть разные теории, есть какие-то, значит, ну вот столько всяких теорий в жизни, что ужас. Это пустое и лживое. Раш Ваошер Альти Тенли. В духовном плане бедность и богатство – это, ну, есть такой комментарий, как сила интеллекта. Значит, есть человек, который, он шибко умный. То есть, он все запоминает, он помнит все какие-то там комментарии. Он такой умный, что у него за этим умом он перестает вообще воспринимать реальность. Он весь в своем каком-то вот этом вот теоретическом раскладе. Есть человек, который, говорят, бедный умом. Да, он, в принципе, вот у него в голове всегда тишина. То есть, и он такая тишина, и ему говорит что-то. Он слово понимает, а связать их в связку не может. Это называется бедность ума, а есть слишком богатство ума. Царь Самон говорил, не хочу я ни быть шибко умным, не хочу быть глупым. И трефэни лэхэм хути в духовном плане, накорми меня законным хлебом, это чтобы я знал твой божественный закон. Чтобы я в каждой ситуации знал, как правильно поступить в глазах Всевышнего. Это называется законный хлеб в духовном плане. Теперь, в материальном плане, люди гоняются всю жизнь за какими-то призраками. Вот я стану богаче, вот у меня будет еще один дом, еще одна машина, еще один бизнес. А я буду счастливым, я буду счастливым. Они полностью выдумывают себе какие-то такие сложные схемы в материальном. И это пустое, лживо отдалее от меня. То есть, не станет человек счастливым. Царь Самон это доказал, и каждый из нас, если вспомнит, то все материальные достижения не делают человека счастливым. В момент, когда он получает то, о чем он мечтал, он тут же начинает мечтать о чем-то другом. Богатство и бедность не даваем. А мне в материальном плане, дальше он объяснил, почему не давать богатство в девятом отрывке, и почему не давать бедность. То есть, и большое богатство, и бедность, это проблемы. Они дают человеку больше проблем, чем удовольствий. И Трифейни Лехом Хути, если я зарабатываю хорошо 5 или 10 тысяч долларов в месяц, например, ученые посчитали, что заработок, когда он растет, но одни сказали 5 тысяч, это было лет 10 назад исследование, другие последние исследования говорят, что до 10 тысяч долларов в месяц удовольствие от денег растет невероятно. После 10 тысяч долларов в месяц удовольствие останавливается, а проблемы растут. То есть, это называется и Трифейни Лехом Хути, что было законно, уплачены все налоги, никаких проблем ни с какой стороны. Это называется золотая середина в финансовом плане. Все, это была его молитва всю его жизнь, и мне кажется, что это очень глубокие здесь есть слова, очень глубокие смыслы, и мне кажется, что я в своей жизни ничего более умного и ничего более правильного в отношении к жизни я, во всяком случае, не нашел. Мне 50 лет, я на этом остановился, и могу сказать, что пустой лживо отдали от меня, бедность и богатство не давай мне, и Трифейни Лехом Хути, накроми меня законным хлебом, научи меня видеть правду, действовать правильно, и радоваться этому. Все, дорогие друзья, всем шаббат шалом, удачи, успехов. Значит, Тору надо... Надеюсь, что у вас были какие-то полезные мысли сегодняшнего урока, запишите их для себя, обдумайте, важно не то, что вы услышали, важно, что у вас осталось, и то, что вы внутри в себя взяли, как бы как еда, да, то, что вы приняли, и то, что станет теперь вашими мыслями, вот это важно, это то, что формирует нашу жизнь. Все, удачи, успехов, чтобы в заслугу изучения Торы Всевышний услышал наши молитвы, то есть в этот момент, когда мы учим Тору, мы становимся намного-намного ближе ко Всевышнему, чем когда мы смотрим телевизор или когда мы слушаем просто какие-то другие вещи, и используйте этот момент близости ко Всевышнему, чтобы поблагодарить и попросить, чтобы Всевышний вам дал то, что вам действительно нужно. Все, удачи, успехов, шабар шалом! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...